Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И вы меня давно просили сделать обзор Тримарана Нил. И вот сейчас у нас есть уникальная возможность, потому что в Марине Линтон Бэй Марина пришел этот Тримаран Нил 47. Та лодка, о которой я вам буду сегодня рассказывать. И более того, владелец этой лодки, он живет в Германии, и расскажет, как на нем ходить, и его впечатление от хождения на этом Тримаране. До этого у него была такая же лодка, как у меня, Benito Oceanis 45, 13-го года. И тоже с док-н-гоу-систем. Поэтому он расскажет свое впечатление, и почему он сменил монохол на Тримаран, и вообще, чем отличается владение Тримарана от владением монохола. Погнали! У Нила просто офигенный дизайн. Это современные формы, такие, они с одной стороны круглые, с другой стороны резкие, скулы такие, выделенные прямо острыми линиями. В общем, очень нравится. Можете ли я уходить на борт? Да, конечно. Спасибо большое. Привет, чувак. Привет, чувак. Один секунд, я приеду с камерой. Все камерой команды приедут, да? Да, привет. Йоши. Да, привет. Здорово, познакомиться. Да, спасибо. Добавляйте, камера, вы любите пить? Да, с удовольствием. Мы уже привыкли все к монохолам, даже к катамаранам, как к плавучим домам. Есть катамараны, которые спортивные, с характером, но на рынке появились именно тримараны совершенно с другой концепцией, что, на мой взгляд, интересно, потому что при развитии, при прогрессе в судостроении, я имею в виду pleasure craft, то есть в любительском судостроении, рынок идет по принципу наполнения потребностей. И есть концепты, которые действительно интересны, скажем, своим новым новаторским подходом. И вот мы сейчас видим тримаран Нил, 47 футов длиной, но самое важное, это именно другой подход в компоновке и другой подход в самой идее этого плавсредства. Проверил подписку и колокольчик. Это очень важно. Есть много историй о том, что тримараны являются катастрофически быстрыми, но на самом деле эта история касается больше тримаранов, которые спортивные, которые используются для достижения результатов. Мы же говорим о крузинге, то есть о том плавсредстве, на котором будет комфортно жить. Но то, что будет концептуально отличаться от катамарана, потому что катамараны по своей технической характеристике крайне далеки от перформанса. То есть, говоря про тримаран, мы имеем в виду то, что на нем будет хорошо жить и на нем будет хорошо селить. У вас есть большая кают-компания с кокпитом. Это место, которое незонируемое. Оно это то место, в котором люди будут находиться постоянно, не выходя, не заходя никуда. Но концепцией в тримаране, той, которая отличается от монохолов и катамаранов, является то, что владелец живет всегда на одном уровне. А все дополнительные помещения, такие как гостевые каюты, такие как туалеты и локеры, они все разнесены по уровням. То есть, грубо говоря, у вас есть большая кают-компания. Самое важное, это то, что каюта владельца находится на том же уровне. Она отделена от гостей и от основной кают-компании, а также от кокпита. Она отделена просто большой перегородкой, стеной, но тем не менее, находясь внутри, вы находитесь на одном уровне с кают-компанией. Вы можете во время сейлинга, особенно когда погода не очень хорошая, находиться внутри салона. Так как стекла в большом количестве, которые дают отличный обзор во все стороны, то есть вы видите все, что вокруг происходит. Вам не нужно выходить наружу для того, чтобы сделать обзор и оценить текущую обстановку вокруг. Но больше скажу, вы можете во время сейлинга находиться в вашей каюте, в привычной вам кровати. С вашей кровати также обеспечивается отличный вид во все стороны. И более того, если у вас есть планшет с дистанционным управлением, вы можете прекрасно управлять тримараном, просто лежа в кровати и имея вид на приборы, визуально контролируя происходящее снаружи. Ну что, давайте посмотрим на Нил, что у него снаружи. Мягкие солнечные панели на крыше. Вот вы видите, вся проводка выведена на топ кают-компании. То есть вы можете видеть все свои лайны, которые заходят и их состояние. Это важно. Вы можете видеть сейчас очень широкие проходы. То есть это та ширина, которая позволяет вам ходить очень комфортно с носа на корму. Вы видите, какие огромные окна здесь в этом тримаране. Есть передняя форточка, которая дает хорошую вентиляцию, если вы стоите на якоре. Но, на мой взгляд, их может быть больше. Ну что, давайте выходим из салона на левый поплавок. Вы видите, матовое стекло это гостевая каюта. Сейчас вы можете посмотреть, насколько хороший обзор, когда вы выходите на поплавок из кают-компании. В тримаране используется искусственный тик. Я небольшой любитель, но для тех, кому это нравится, это намного удобнее. В этом тримаране используются два паруса. Это Генуя и Стаксель. Если вы хотите увеличить скорость, вы открываете два паруса одновременно. Далее, солнечные панели. Сколько ватт? 380 ватт. Этого достаточно для лодки. Да, это очень близко на грани. Теперь давайте зайдем на Flybridge и посмотрим на то, как, собственно, управляется данный тримаран. Отсюда очень хорошо виден только правый поплавок. То есть, обзор действительно хороший. Вы видите практически все габариты тримарана. Но вот если вы посмотрите на левый поплавок, на портсайд, то, наверное, к этому придется привыкать, потому что с Flybridge его совершенно не видно. Само рулевое колесо очень интересное по дизайну. Они используют какую-то другую фирму, непривычный гайот. Каретка джипшита, короткая и мануальная. Ну, в принципе, как и на всех мультихулах, намекая на то, что на встречных курсах большого количества настроек на парусах не будет. Плоская лебедка очень удобно. То есть, не нужно заводить веревку постоянно. То есть, line просто заведен уже автоматически. Ну, вообще, как по мне, технологичное решение просто занимает немножко места. В данном тримаране все лебедки на кнопочках. И вот эта кнопка, которая сверху, она для того, чтобы можно было вручную ею пользоваться. То есть, когда вставляется рукоятка, разжимается механизм управления лебедки от двигателя. То есть, это пассивная защита. Если вы хотите пользоваться рукояткой, то одновременно нажать кнопку, вращая рукоятку, невозможно. У тримарана есть несколько опций. 8 человек для офшора, 10 человек для иншора и 25 и 30 человек для дей-сейлинга. Так как двигатель один, ручка газа, естественно, одна. На тросике, то есть, я себе не представляю, какой длины этот тросик и насколько оно эффективно и быстро срабатывает. Но мне кажется, для таких высот нужно ставить было уже электрическую систему управления. Но на тросике тоже надежно и нормально. Хотя тросик нужно тянуть, там, не знаю, метров 10, наверное, к двигателю. А сейчас мы выйдем на палубу и посмотрим, как, собственно, управлять тримараном при швартовке. То есть, вы выходите на поплавок, левой рукой рулите. И вот то, собственно, как видно. То есть, обзор вперед прекрасный. Если мы смотрим назад, задний поплавок правый видно отлично. Можно швартоваться так достаточно близко и визуально, и уверенно. Единственное, что вы смотрите, конечно, в туалет гостевой каюты. Но, я думаю, это мелочи в данном случае неважно. Можно выглянуть за борт. Вот видно прямо фендеры. И вы находитесь там в 50 сантиметрах от руля. То есть, можно выглянуть, посмотреть, насколько близко вы находитесь к пирсу. Если нужно там быстро спуститься, вот вы видите, всего одна ступенька. И вы вернулись на место, там поправить фендер, поправить лайн. Еще удобно здесь, с конца бума идет лайн на электрическую лебедку. И вы можете поднимать тузик прямо на кредлы, которые находятся на заднем поплавке. То есть, вы его просто поднимаете электрической лебедкой, ставите на держатели. И тузик у вас постоянно находится на штатном месте. Вот сейчас я сажусь. Смотрите, я не достаю до руля. То есть, я должен наклоняться, поэтому рулить придется только стоя. А когда вы будете сидеть, это просто визуально для контроля того, что происходит. Но сидеть и рулить не получится. B-mini такой достаточно монументальный. Видите, сколько трубок сейчас над нами находится. То есть, тент большой, придется платить за него много. Веревки держатся на таких специальных держателях. То есть, я не знаю, они штатные, либо хозяин их доставлял уже потом. Но это очень удобное решение. То есть, я на свою лодку думал такие же поставить. Просто их тогда не было в наличии. А сейчас бы я, конечно, себе такие купил. Ручки, как говорят в Америке пассажиры, oh shit hanger. То есть, когда что-то случается не так, пытаешься за ручку и говоришь, oh shit. То есть, она здесь просто есть. Но я думаю, что это для того, чтобы вставать было удобно. Все молотки Jammers такие, из дешевого пластика. Мне не нравятся. Можно было бы поставить сюда, конечно, что-то и понадежнее. Ну, не знаю, как они будут в долгой перспективе. Но выглядит оно, конечно, не очень приятно. Ну что, давайте сейчас посмотрим на этот ремаран, который вытащили из воды. И сейчас у нас есть шанс посмотреть, что же у него под водой находится. Так, сразу хочу сказать, что осадка в полтора метра, это не супер маленькая осадка. То есть, он достаточно глубокий. Если даже его сравнивать с катамаранами, у катамаранов осадка значительно меньше. Там порядка, наверное, метр двадцать это потолок. А то и меньше метра даже бывают, по семь сантиметров. А у этого более чем полтора метра. По плавке вы видите, с какой разницей находится с корпусом. То есть, корпус находится под водой, как монохол. Поэтому за счет этого он достаточно хорошо ходит и против ветра, и по ветру. Потому что у него есть киль, и он неплохо противодействует боковому дрейфу. А если еще учесть, что поплавки исключают крен, большой крен, то получается плавсредство с оптимальными углами. За счет этого появляется и скорость. Но давайте подойдем поближе и посмотрим на остальные его части. Кстати, у этого тримарана киль сделан таким образом, что в случае, если он этим килем куда-нибудь там со всей силы заедет, то он отламывается, и это никаким образом не влияет на потопляемость. Тем более, он может находиться на двух боковых поплавках. То есть, в этом плане, как часть пассивной безопасности, неплохо. И если киль срежет, то там остается просто корпус. Насколько я понимаю, он тут не супер круто зафиксирован. Вот настолько, чтобы это была цельная монолитная конструкция. Еще прикол этого киля является то, что он является без балласта. Он нужен для того, чтобы просто противостоять дрейфу. Это стеклопластик просто для увеличения площади под водой. А теперь давайте посмотрим на Cell Drive. То есть, Cell Drive здесь стандартный SD60. Вот он, вот забор воды идет через вот эти отверстия. Кстати, штатно у него есть отдельный секок для этого. Непонятно, почему оно так сделано. Ну и винт. Вот винт, естественно, складной. Ну и где складной, там и раскладной. Интересная форма пропеллера. Радор здесь достаточно глубокий. Практически по всей глубине тримарана. То есть, практически вровень с основным килем. Выхлоп идет в середину и прикрыт. Я так понимаю, что это не заводское решение. Хотя это все, мне кажется, немножечко не имеет значения. Вот это. Это забор охлаждения мотора, который был в штатном решении. Зачем, тоже непонятно. Потому что, скажем, у сейл-драйва есть вот эти отверстия. Вы их сейчас видите для забора воды. А они сделали отдельную дырку в кузове. А на сейл-драйве стояла заглушка. Но владелец лодки этот вопрос исправил. Это все сливы там умывальников и прочее. А вот это туалет. И он идет глубоко под водой. Ну и носовая подрулька. Она идет в центральном поплавке. Вот вы ее видите сейчас. Не знаю насчет мощности. А давайте я вам покажу, как он выглядит спереди. Вот вы видите, насколько поплавки находятся выше, чем основной корпус. То есть, это, грубо говоря, монохол с двумя поплавками, на которые он облокачивается, когда идет... Ну что, поехали в кухню или галей. Смотрите, какие огромные окна. То есть, форточка, когда вы стоите на якоре, для того, чтобы вам было не жарко, есть вентиляция салона. Мойка двойная с краном, который поворачивается. И из него выезжает такой мини-душ. То есть, для мытья больших кастрюль или больших предметов это суперудобно. Газовая плита на две комфорки. И ручки утапливаемые с электророзжигом. Отдельно духовой шкаф. Ну, это стандартно. Холодильник из нержавейки. Холодильник вверху. Морозильная камера находится внизу. Ну, это стандартно. Просто из нержавейки сделано. Мне нравится внешне. Шкафчики со стандартными кнопками, которые утапливаются, открываются, закрываются. При спуске к туалету у нас по старборду контрольная панель. Верхняя часть, она отвечает за 12 вольт. Здесь все управление тримараном. Нижняя часть, это высоковольтная. Данное решение 220 вольт. Три кнопки. Это три билдж-пампа, которые по одному на каждый поплавок. Это обязательно в тримаранах. Управление музыкой. Ну, и, естественно, управление инвертором. Здесь инвертор на 3 кВт установлен в базе. Виктрон Бэттери Монитор. Сейчас он показывает 12,3. Это говорит о том, что лодка не подключена к берегу. Ну, солнца нету. Это 12,3 выдаются от солнечных панелей. С правой стороны кнопки включения и отключения батарей. То есть их можно, это рубильники, их можно полностью отключить. Два круглых прибора, такие немножко старые по дизайну. Слева топливо. Справа это наличие воды. Рядом с панелью, рядом с электрической панелью управления большой шкафчик, в котором висят вещи, которые нужны для яхтинга. Но шкафчик не водонепроницаемый. То есть, если вам нужно повесить сюда мокрые вещи, то лучше их повесить в душ. А сюда уже вешать только те, которые сухие. Потому что мебель для этого не предназначена. Как я вам говорил ранее, в треморане все разнесено по уровням. И сейчас мы спускаемся в туалет или хэт. И мы попадаем сразу в зону, в которой слева находится умывальник и небольшое зеркало. Далее душевая кабина, которая имеет одно окошко вентиляции. Ну и по высоте достаточно нормальная, хотя немного по дизайну аскетичная. По старборду шкафы. Ну и мы сейчас заходим в сам туалет непосредственно. Вентиляция, унитаз, все достаточно банально. С туалетом здесь все сделано немного странно. Здесь всего одна кнопка в слите. Здесь всего одна кнопка смытия туалета. То есть вы ее зажимаете и он одновременно и наливает и сливает. В случае, если что-то пошло не так, то ничем здесь помочь нельзя. Очень странное решение, потому что в туалет на in и out все заведено на одну кнопку. И Йоши сейчас нам расскажет о тех сложностях, с которыми он столкнулся в использовании. Короче, если вам нужно смыть, насос, который откачивает, делает это все намного быстрее. И чтобы туда накачать, вот у меня есть такой небольшой вантус. Я им затыкаю сам унитаз, набираю туда воды. Две помпы работают одновременно. И в тот момент, когда воды набралось достаточно много, я его открываю. Открываю и, собственно, делаю полный цикл смыва. И здесь получается дополнительное количество воды, собственно, в самой вазе набирается. Туалет смывается, естественно, соленой водой. Расстояние от крана до умывальника достаточно большое. Мне это очень нравится, потому что можно умываться и мыть руки, и там даже что-то набрать. Всем привет! Пол в душе был белый. Его Ёши покрасил самостоятельно в синий цвет. Ну и дополнительно установил вентиляцию, которая не была в базе. Это обычный вентилятор, который используется в яхте. Ну что, друзья, теперь полезли в локеры. Потому что локеров здесь 11 штук. И на этом тримаране, если у вас, вот, вы заполните все, ну, наверное, лодку с большей вместимостью вам уже будет найти тяжело. Итак, первый отсек – это двигательный отсек. Посмотрите, насколько много места в нем. То есть вы к двигателю можете подойти со всех сторон. Здесь установлен волео пента на 60 лошадиных сил, не турбированный. С селдрайвом SD60. То есть это стандартный селдрайв для таких моторов. К двигателю, как я говорил, можно поступиться со всех сторон. Он очень удобно посмотреть на все разводки электрики, труб, там, охлаждение и всего. То есть вы можете хорошо видеть, что, собственно, здесь у вас с двигателем происходит. Нету ли каких-то течей, там, и прочее, прочее. Опять же, удобно хранить все масла и все, что связано с ремонтом двигателя, именно конкретно в отсеке для двигателя. Идем дальше. Следующий локер – это передний локер. Здесь расположена вся электрика, все фьюзы. Здесь же расположена стиральная машинка на 3 килограмма. Она без сушки, но так как вы видите, что места здесь очень много, можно подключить и большую стиралку. Далее разводка воды прямо на стене, вот прямо красиво-красиво. Далее идет бойлер для горячей воды. И это все прямо видно, ну, решение немножко с трубками. Так себе. А ты подписался на канал? Подписка, колокольчик. Проверить обязательно. Ну что, идем теперь в локер, который передний. В нем находится боутрастер, то есть носовая подрулька и ящик для цепи. Штатно в тремаране шел якорь дельта, 10 метров обычной гальванической цепи и остальное веревка. С чего хозяин очень сильно смеялся и заменил на рокну. Рокна – это действительно хороший якорь. Цепь из нержавейки. Здесь же находятся батареи для боутрастера, но зато есть здесь насос и мойка с соленой водой. Вот вы видите сейчас, можно помыть будет и цепь, но, как по мне, открытая емкость с цепью, которая плохо пахнет, наверное, не самая лучшая. Хотя данный локер полностью изолирован от основной системы на лодке, поэтому, наверное, все-таки оно вонять никуда не будет. Ну что, продолжаем лазить в локеры. На этот раз мы идем в задний правый, то есть Storm Starboard Locker. Вот мы его открываем. И внутри здесь огромное пространство. Есть холдинг-танк для туалета. Вот вы видите, сколько места можно сюда всего полезного там накидать. И вот этот холдинг-танк, не знаю, сколько литров. Холдинг-танк на какое-то количество литров. Вот снизу напишу. Видите, сколько места. Теперь мы идем наперед. Правый передний локер, такой маленький, который находится между поплавками. Вы видите, сколько здесь места. Но он обычно используется для швартовых, для фендеров. Просто емкость, куда все кидается, имеет просто дренаж. Далее, передняя капитанская кабина. То есть там есть кровать, и можно ее использовать совершенно спокойно для капитана. Но, как вы видите, места здесь очень немного, туалета нету, залазить неудобно. Но зато как место для хранения и в случае чего кому-то переночевать, оно, конечно, вполне подходит. Хотя, мне кажется, что для комфорта жизни такой, как в гробу лежишь. Но, опять-таки, это временное решение. Ну и доступ сюда, конечно, не самый удобный. Теперь мы идем в капитанскую каюту переднюю на левом поплавке. Порт-сайд, порт-сайд бау-кабин. Здесь также есть матрасы. И, как я вам уже показывал, на другом поплавке они идентичные. Хотя, как место для парусов, как место, чтобы хранить штатно большие паруса, это очень удобно. Потому что прямо в этот локер их можно собирать просто как аварийно, только штатно. Это, конечно, офигенно удобно и емкость для хранения парусов реально удобна. Далее, передний газовый локер. Это локер, который находится между поплавками. Здесь место для баллонов. Можно поставить их просто любое количество, любого размера. Это, конечно, очень круто. Ну, здесь стоит маленький французский штатный. Но, тем не менее, можно туда доставить просто любое количество. Далее мы идем на порт-сайд-сторн-локер. То есть, задний локер по левому поплавку. Ну, здесь просто место для хранения всего. Как вы видите, места много. Как шутит хозяин этого триморана, что если у вас проблемы с местом, проблемы с хранением, то у вас проблемы уже другого характера. Потому что здесь реально много. Вам нужно думать просто о изменении стиля своей жизни. Ну и самое важное, это основные гостевые каюты. Давайте начнем с более простой, которая задняя гостевая каюта по порт-сайду. То есть, левая. Имеет брандер-шит, который сдвигается. Внутри есть умывальник и такие вертикальные ступеньки, по которым, в принципе, более-менее нормально спускаться. Нельзя сказать, что суперудобно. Но, как временное решение, вполне подходит. Туалета в этой каюте нету. Ну, вот видите, как сюда слазить просто не самое удобное. Умывальник, который, он же и душ, и, собственно, кровать. И под кроватью место для хранения чемоданов. Ну, такая немножко аскетичная каюта получается. И места в ней не очень много. Это окошко аварийное. В случае, если вы перевернетесь, там есть молоточек, которым вы его разбиваете и вылазите на поплавок. Ну что, идем теперь в основную гостевую каюту, которая находится по старборду. Брандер-шит, который сдвигается, вынимается дверь кверху, как в старых лодках. Решение очень спорное. Но, как бы, давайте посмотрим, что здесь сделано. Вы спускаетесь, лестница находится над унитазом. Когда вы находитесь внутри, вы эту лестницу просто смещаете, перевешиваете на стенку, и у вас есть доступ к унитазу. Ну, не знаю, насколько это, конечно, удобно. Но зато туалет является и душевой кабиной, и вы можете закрыть дверь, и будете изолированы от туалета. Хотя бы, хоть туалет и проходной, хотя бы это не на одной территории с спальней, за что уже спасибо. Вход был временно перенесен слева, потому что снизу есть туалет. То есть, грубо говоря, в этой каюте, если гости находятся, к вам приехали гости, то в одной каюте будет свой туалет. Ну, и второй основной туалет находится, как я вам уже показывал, впереди, в центральном поплавке. Это мастер. Ну, и эта каюта такая чуть-чуть получше, хотя они по размеру с портсайд и старборд одинаковые, но это такая более обжитая. И вот вы видите здесь шкафчик, спереди кровать. То есть, она все-таки такая чуть-чуть поудобнее для жизни, хотя места, как по мне, ну, крайне мало, крайне мало. То есть, как на недельку погасить нормально, на больше, конечно, эрор. Если вы сделаете переворот на 180 градусов, то это окошко придется разбить вот этим молоточком. Но я думаю, что это самая меньшая проблема, которая у вас будет. Это замена данного окошка. Под кроватью место для хранения вещей. Света, конечно, в каюте крайне мало. На тримаране ручки стандартные, как вот фурнитура яхтенная. То есть, есть кнопочка на нее, нажимаете и дверь больше не отк... Ручка больше не нажимается, дверь не открывается, вынимается. Ну, то есть, это стандартная ручка, которая используется во всем яхтинге. То есть, дверь на магнитике, то есть, она держится и прилипает к стене. Для этого тримарана какой лучший угол к ветру? Я бы не сказал, что это реально даунвинд. Я бы сказал, что оптимальный угол для этого тримарана между 110 и 140 градусами. То есть, при этих углах ветра он реально очень быстро идет. Идет быстро like a hell. То есть, можно идти 12-13 узлов скорости, если хороший ветер по силе ветра. Нил не может идти так остро, как может идти монохол. Если монохол может идти 30 градусов к ветру, а некоторые хай-перформанс лодки могут идти еще острее, то в данном случае Нил может идти 35 к ветру, но плюс еще дрейф, то есть, чуть-чуть больше угол. Но, тем не менее, все равно этот тримаран может идти достаточно остро к ветру. Я хочу сказать, что на любом монохоле можно идти всегда острее к ветру, чем на данном тримаране. А как насчет, когда ты идешь против ветра, а поплавки поднимаются? Да, конечно, поплавок находится постоянно над водой, где-то на высоте 1 метра. Какая средняя скорость при длинных переходах? Я бы сказал так, что люди считают, что о, тримаран, он типа супер быстро идет и вообще типа супер эффективно. Так вот, я хочу сказать, что это абсолютно неправда. То есть, обычно, при обычных условиях, данный тримаран может идти на всех курсах под парусами. Я бы сказал, от 20 до 30% быстрее, чем вы можете идти на монохоле, который не хай-перформанс, а обычный масс-маркет. Например, если я иду со скоростью 6,5 на монохоле, если на монохоле скорость будет 7,5, то на тримаране, на этом тримаране я могу идти где-то 10,5. Многие говорят, что на этом тримаране можно идти 10 узлов, если ветер 11 узлов. Так вот, это абсолютно неправда. Он так ходить не может. Очень важный еще момент, что не все Нилы одинаковые. Этот Нил 47, а есть Нил 45. Так вот, это совершенно две разных лодки, которые между собой совершенно никаким образом не пересекаются. 45 на 2 фута короче, но она на 4,5 тонны легче. Если 47 Нил весит 10,5 тонн, то 45 Нил весит 6 тонн. Поэтому нельзя сказать, что 45 и 47 это схожие модели, это совершенно разные лодки. Еще один очень важный момент. Например, если я иду с полным баком, с водой и полным топливом, это плюс 1 тонна к весу. И тогда тримаран идет значительно медленнее. Если я сливаю всю воду с танка, то где-то на 1-1,5 узла я буду идти быстрее. Скажем так, когда я ходил на Бенето, такой же Бенето, как у Сергея, я не могу сказать, что заполненные или пустые танки вообще на что-либо влияли. Поэтому у меня была приблизительно та же скорость с пустыми танками, как и с полными. Я не могу сказать, что это реально на что-то влияло. Здесь же на тримаране это существенная разница. И это влияет очень сильно. Поэтому вы всегда должны определиться, с каким грузом вы будете идти. Потому что это критически влияет на ваш перформанс. В данном случае мы говорим, что Нил-47 это относительно быстрая лодка, которая сделана больше для крузинга. Потому что в 45-ке все более аскетично. А в 47-м все-таки все более сделано под жизнь на лодке постоянно. Когда я переходил Атлантику на этом тримаране, у меня было топливо полный бак, у меня был полный бак воды, у меня были канистры. Естественно, нельзя сказать, что я шел быстрее. У меня скорость выше 10 узлов не поднималась. А как вообще сейлить, если сравнить с монохолом? Я бы сказал, что если мы идем под полными парусами, на тримаране я не могу добиться настройки парусов такой, при которой я могу сказать, что да, это идеальные паруса, идеальные настройки под данный ветер. То есть всегда приходится идти на каком-то компромиссе. Например, если, скажем, у вас немножко много дует, вы можете просто откинуть мейн, или у вас изменяется угол к ветру, вы идете downwind, немного меняется угол, что вы делаете? Вы немного тримите парус. В данном случае просто отпускаем бум, парус поднимается немного кверху, и вот таким вот способом вы регулируете настройку. То есть на монохоле настройки парусов более точные, на тримаране они такие более условные. На этом тримаране я хожу уже порядка года, и я прошел уже достаточно много, но за этот период времени я так и не добился того, что я четко понимаю, под какими настройками будет оптимальное хождение под парусами. То есть все время они не настолько точные, как я привык, как бы я делал на монохоле. То есть вот ты подстраиваешься, подстраиваешься, и тебе вот кажется, что ты все ближе, 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 но никогда ты не можешь получить вот 100% перформанса. Все время что-то мешает, все время что-то идет не так, и все время нету вот этой вот точности, которая у меня была раньше, когда я селил на монохоле. Девушка, расскажи, пожалуйста, какие вообще проблемы у данного тримарана. Ну давайте начнем с бегущего такелажа. То есть многие решения, на мой взгляд, абсолютно глупые. Многие веревки, которые используются на этом тримаране, они сделаны таким образом, что, например, когда ты снимаешь парус, тебе нету какой-то части, там нету мессенджера, нету тоньшей веревки, на которой парус можно было бы опустить. То есть они все заведены, они заведены и установлены на штатные места, но они не готовы для полноценной работы. То есть постоянно нужно что-то изобретать, постоянно нужно что-то доделывать. Также возьмем, скажем, мешок для паруса, для мейн сейла. И было сделано таким образом, что мешок был поднят, и лейзи джеки, то есть веревки, которые поднимают мешок, они были заведены в итоге на мачту и там завязаны на кольце. То есть если мне нужно снять было парус или убрать мешок, или снять мешок, или сделать ему какой-то сервис, мне нужно было бы подниматься на мачту, но я всю систему переделал, я поставил туда блочки, и у меня теперь вся система выведена на низ мачты, мне теперь нужно просто развязать веревочку, и я могу опустить лейзи джек. Но в том виде, в котором оно пришло с завода, оно, конечно, было абсолютно нефункционально, и пришлось с этим что-то делать. Еще одна проблема, которая, на мой взгляд, существует, так как кокпит большой, сзади вы видите дверь, которая прозрачна. Если мы идем в реально плохих условиях, то есть шанс, что кокпит будет накрывать волнами, которые будут приходить сзади. Если действительно большая волна придет в кокпит, то данная дверь может совершенно спокойно не выдержать, и если стекла разобьются, то вода будет постоянно поступать внутрь. Но, естественно, если даже мы зальем полностью центральный поплавок, тримаран не утонет, потому что он будет держаться на боковых поплавках. Но когда идешь в плохих условиях, и он зарывается носом, и сзади догоняет волна, я все время переживаю по поводу того, насколько она надежная, и в случае проблем, что я буду делать. И я не вижу решений, что делать, если какая-то волна выбьет заднюю дверь, и потом следующие волны будут приходить внутрь в салон. Далее здесь в Ниле есть некоторые огрехи с мебелью. Вот, например, посмотрите, вот эта мебель находится в кают-компании, и вы заходите в мастер-кабину, и вот этот угол, об который постоянно бьетесь, то есть я уже не выдержал и наклеил сюда резиновый шарик. Ну и вообще, в целом, качество исполнения, я не могу сказать, что я очень доволен, но в принципе нормально. Кеша, какая ценовая политика у тримарана Нил? Я бы сказал, что тримаран пустой, если в нем ничего нету, стоит где-то 550 тысяч. Если я хочу взять Нил, который подходит уже для того, чтобы на нем было комфортно сейлить, чтобы в нем был ватермейкер, генератор, я бы добавил туда еще 100 тысяч, и того получается 650 тысяч. Этот тримаран я взял выставочный, то есть он был новый, но использовался на выставке, и я его в том состоянии и в том виде, в котором он есть сейчас, взял за 550 тысяч. Друзья, давайте посмотрим и поразмышляем немножко о целевой аудитории, то есть о тех людях, которые готовы купить данный тримаран. То есть это люди, которые любят скорость, любят перформанс, но при этом не готовы мириться с недостатками монохола, то есть те, которые любят достаточно большое пространство, плюс достаточно, на мой взгляд, интересный концепт жизни на одном уровне, то есть когда у вас кают-компания и ваше жилое пространство находится на одном уровне, то есть, на мой взгляд, это тоже достаточно интересно, хоть, скажем, я бы себе данную концепцию не выбрал, просто за счет того, что мне нужно немножко больше приватности, а данную приватность этот тримаран дать не может, потому что даже, возьмем вариант, пригласить друзей. Гостевые каюты, они окей, если, скажем, провести неделю, там, ну, максимум две. Если люди приезжают на более длительный промежуток времени, допустим, если моя дочь захочет приехать, наверное, наверное, для нее это будет окей. Но если мои друзья захотят приехать, мне кажется, формат данного отдыха с гостями на этом тримаране, он не очень подходящий. То есть я бы сказал, что это тримаран для одного, либо для пары, может быть, пара плюс один ребенок, или же гости, но на крайне небольшой промежуток времени, которые готовы смириться, скажем, с тем, что они приехали ненадолго, и это как бы просто гостевой формат. Да, наверное, в этом плане вариант нормальный. С точки зрения перформанса, да, это быстрое, быстрый весел, господи. Это быстрое судно, то есть на нем можно ходить быстрее. Но, как сказал Йоши, владелец данного тримарана, что здесь, да, он быстрее, но это не в разы быстрее, это просто немножко быстрее. Что, в принципе, окей, но насколько это важно, это каждый решает сам для себя. Опять же, если мы говорим о безопасности, один мотор, мне кажется, это не самое хорошее решение. Хотя это больше ближе к монохолу, но все-таки здесь три поплавка, и мотор один, находящийся в центральном поплавке. Ну, тоже немножко спорное решение. Опять же, Йоши говорит, что его немножко не устраивает качество сборки. Ну, это, я так понимаю, немножко интерперсонально. Мне тяжело сказать, потому что, чтобы понять этот вариант, нужно быть все-таки владельцем данной лодки. Ну, наверное, на этом мы с вами выпуск подведем к концу. Не забывайте подписываться, не забывайте комментировать, не забывайте ставить лайки, и напишите свое мнение, что вы думаете о данном формате, и какие достоинства и недостатки есть на ваш взгляд. А мы с вами уже увидимся через несколько дней. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok